Находимся мы в 30 главе пророка Ишиаева, в 27 стихе. Давайте я вам, что-то я заговорился, заслушался на самом деле вас, и забыл вам открыть правильное место в книжках. Сейчас мы его с вами немедленно найдем. Это конец 30 главы, 27 стих. Вот здесь, да? Какая страница? Это страница 170, да? Вот видите, здесь вот, да. Вот этот вот. 170. Да, 170. Хавзайн. Да, Хавзайн, последний. Хавзайн. С 170 есть? Есть. Вот сейчас мы начнем. Вот отсюда. Где мы, где мы, Рабки? Хавзайн, да, вот она здесь, да? Прям вот отсюда начинаем. И тема такая в начале сегодняшнего занятия, мягко говоря, непростая будет, потому что впечатление это все производит на людей странно, и в какой-то момент это надо объяснить. Я имею в виду наш, всему миру известный антропоморфизм. То есть тогда, когда Всевышнего изображают, как будто бы похожим на человека. То есть некие человеческие качества, элементы человеческого организма даже, там глаза, уши, ноздри и прочее. Места каким-то образом ассоциируются с высшими силами. Ну, говорят, что он ведь сделал похожее на себя. Если да, если начать развивать эту идею, можно доразвиваться до того, что у нас с вами получится, что Господь это такой как бы человек высшего порядка. Что у него тоже, конечно, есть свой нос, и свои уши, и все прочее. Да, и просто оно лучше, чем у нас. Это такой идеальный человек. И лучше, не вариант. А, да, вот, идеальный человек, разумеется, как вы понимаете, это будет немедленное погружение в идолопоклонство, такого рода взгляд. У Творца, так сказать, у сущности Божества нет никаких форм, никаких носов, даже носов, даже вот такая потрясающе важная часть для еврейского организма, как нос, даже она отсутствует. У сущности Божества это, так сказать, как мы понимаем, он нашел абсолютно единообразное нечто, которое даже невозможно определить для нас. А когда речь идет про его, таки, да, ноздри, его глаза, руки, мышцы сильные, которыми он, значит, орудует для того, чтобы кого-то откуда-то... Он говорит, вдохнул. Вдохнул. Ой, вдохнул. Что это означает, это, понимаете, это хороший вопрос. В принципе, легко, ну, знаете, одним таким движением смести со стола все эти вопросы, ответить на это, сказав, что, видите ли, это сделано для того, как это в Талмуде, значит, определять, или Лиссавер, это Озен, чтобы наполнить ухо правильными звуками, что это имеется в виду, ну, чтобы человек хоть что-то мог понять. Потому что как иначе ты будешь описывать? То есть если ты не будешь какими-то доступными для человека категориями оперировать, ты будешь говорить, ну, и что? То есть, в принципе, это более адекватно, потому что я сейчас изобразил, это более адекватно в отношении... Более приближе. Да, да, это более близко к Богу, чем вот рассказывать, что у него есть нос и уши, это уж точно гораздо более адекватный вариант выражения. Но вы же не поняли ничего конкретно, что я хотел сказать, хотя я много чего хотел вот этими вот звуками сообщить. Поэтому приходит, для того, чтобы их как-то коммуникировать, нужно все-таки как-то это обозвать. Но, оказывается, это все гораздо более сложно. То есть это все очень непростые вещи, и все эти носы и уши имеют глубочайший смысл. Ну, можно, может быть, было другую просто терминологию выбрать, не ассоциируют с человеком, а какой-то другой. Другую тоже выбирают. Понимаете, часто говорят, что его мощь подобна, так сказать, морским валам, или ветрам, или энергии солнца. Все это тоже мы используем. Но это все тоже, как вы понимаете, не намного лучше, чем нос и уши. Метафорично. Да, все эти метафоры... Как же он разговаривал с Моше? Хороший вопрос. Он, естественно, использовал какой-то типоголос, и этим типоголосом, так сказать, компьютеризированным, передавал Моше информацию. Безусловно, какой-то голос должен быть использован, потому что Моше при всем, при том, все-таки оставался человеком. Ему нужно было воспринимать как-то это все. Но надо очень хорошо понимать, что все эти, используемые творцом, в отношении с пророками, в отношении с людьми. Инструменты – это не он лично, это инструменты, которые он создал для того, чтобы с нами общаться. И эти инструменты – интереснейшая вещь. То есть, божественный инструментарий, который создан для того, чтобы общаться с миром, в том числе, естественно, то, о чем мы говорим, когда идет разговор про создание человека по образу и подобному. Разумеется, какой-то есть образ, по которому создан человек – это высший образ, это божественный образ. И этот божественный образ – это то, что творцом создано в качестве модели, духовные модели всего мира, всех миров. И вот эта духовная модель – это то, по чьему образу и подобию создано человеческое тело, структура человеческой души с этим связана. А это отдельный разговор. Так вот, у нас есть такое страшное здесь описание в 27-м стихе. Извините, Рав, а нельзя ли подумать иначе? Что образ и подобие, то есть образ, интеллект, которым Господь располагает, был дан человеку, видение, которым он располагает, прекрасное было тоже дано. Ну, замечательно. Это более того, это самый правильный и простой вариант от книги, который написан в рамках. Не все, так как вы, Милочка, у меня читательницы, давайте подробнее. Не все так близки к Богу в этом смысле. То есть мы очень часто, знаешь, смотришь на другого человека, думаешь, что вот он, наверное, он такой вот благообразный, наверное, он сейчас тебе посылает какую-то благую энергию, он сидит и думает, ты что ты, но не пока умеет скрывать свои кисти. Ну, вот, например, во сне не разговаривает, но по тому, как вот видишь, ты уже чувствуешь, что говорит. Это безусловно. Да. Ну, вот это называется телепатией. Ну, смотри, это я наше. Определенно. Все проще. Все проще. Ну, спасибо, Милочка Крисовна. Очень интересно. Мне еще никто не называл Богом. А там не другого и дело сны. Да, вы помните. То есть, нет, это, конечно, это совершенно отдельная тема. Конечно, через сон, особенности определенные, да, который на рассвете, в момент пробуждения еще объяснится, абсолютно некие высшие силы может передавать человеку информацию. То есть, Бог может разговаривать с человеком через этот, так сказать, пророческий, как бы пророческий сон. Вот. Так здесь написано, мы об этом обязательно поговорим, конечно же, то, что вы говорите, это просто объяснение Раши. В Раши написано, что подобие Бога в человеке это способность мыслить, способность общаться. Это абсолютно понятная вещь. У животных нет способности мыслить и общаться, и поэтому человек похож на Бога. Это ясная вещь, да. Но есть гораздо более мистические, сложные вещи, и очень конкретные, которые касаются вот этих вот глаз, понимаете, этих ушей, всех этих элементов человеческого организма, которые почему-то связываются с Богом. Понимаете, как описывается уничтожение армии Санхирива. Оно уже уничтожено. У нас много раз описывается. Мы уже столько раз подходили к этой проблеме, столько раз нам рассказывали, как бедные осилийцы были, понимаете, уничтожены в стену Рушалаем, а тут вот еще вариант, причем вариант участия Бога в этом, вот Творец, как он с ними будет разбираться, и как это описано. Смотрите, что написано. ИНЕ, вот, ШЕМ, АШЕМ, имя Бога. БА, приходит, МИМЕРХАК, ИЗДАЛЕКА. То есть, имя Бога, почему-то он говорит МАШЕМ, оно идет издалека. БОЭР, АПО, ГОРИТ, ПЛАЙТ, ГНЕВ его. Вы понимаете, что АФ, это НОЗДРЯ, или НОЗ, АПАИМ, это НОЗДРЯ. То есть, ПЛАЕТ его ГНЕВ, это в смысле того, как вот у человека, когда его совершенно уже вот, несет в ГНЕВе, и он уже абсолютно неадекватен, он начинает раздувать НОЗДРЯ. Вот это вот ощущение, это зрелище ужасное, почему-то связывается здесь с Творцом, своим, ВЕХОВЕД и ТЯЖЕСТЬЮ МОСА, НОЖ. Что такое ТЯЖЕСТЬ НОЖ? О чем у них разговор? Какая ТЯЖЕСТЬ? Почему это так называется? Почему тот ГНЕВ, который должен обрушиться на БЕДНЫХ, почему я все время называю БЕДНЫМ с АСИРИЙСЯ, на наших врагов отвратительных, АСИРИЙСЯ. То есть, почему это именно так называется, тяжелые ножи на антисемитские гонки, СЭФАТАВ УСТАИВА, значит, НОЗДРЯ уже был, перерод пошел, его рот УСТАИВА, МАЛУ наполненный ЗААМ. Ну, слово ЗААМ тоже ГНЕВ, один из вариантов ГНЕВА, вы знаете, что В еврейской традиции много слов, которыми называется гнев. Есть разные аспекты гнева. То есть аспектов покоя не так много в еврейской традиции, а вот аспектов гнева, к сожалению, очень большое количество. И улэшону, а язык его, у него еще язык есть, кээш, как огонь охэлет, пожирающий. Ну, давайте мы буквально еще один посуд прочтем, чтобы, так сказать, картина у нас была более полной. Картина этого страшного пришествия божественного гнева на голову наших правов. Говорит посуд Хавхэд, 28-й, ве-ру-хо и дух его, ке-нахаль, как поток шотех, заливающий, запруживающий поток. Гнев, как поток, который обрушивается там на чьи-то головы. Ад-цава, до шеи, е-хэ-цэ, разделяет, то есть вот доходит до шеи человеку, и поскольку поток уже доходит до шеи, человек так глубоко стоит в воде, устоять он не может. О, его, естественно, будет нести стоять на ногах тогда, когда довольно быстро движется вода, а ты в этой воде находишь это горло, невозможно. Сил таких у человека нет. Ле-ра-на-фа, от слова нафа это сито, просеять, го им народы де нафат шаф, ситом пустоты. Какая-то удивительная метафора, просеять народа через пустое сито. Это гениальная, удивительная метафора пророки Шея. Мы сейчас ее разберем. Вер-э-сэн и... Рэ-сэн – это как намордник. Забыл, как это называется. Одевают на коня, прямо на лицо его такую штуку. Сбруя, да? Муштук. Как-то так, да. Сбруя – это вообще все, да? А это именно вот та часть, которая у нее на морге, да? Ну, штука. Металл в рот, чтобы управлять. Да, да. То есть, короче, это вот штука, которая у нее на морге. Вер-э-сэн. Мат-э, которая заставляет ошибиться. Мат-э, от слова-та, это заблудиться, пойти неправильным путем. То есть, набросив на морду нашего врага эту узду, творец тащит его в страшную сторону, в сторону, где он заблудится, и погибнет. «Аль лехаей на щеках амим народов». Лехаяй – это щек, да? На щеках народов надета эта страшная сбруя, и Бог тащит их в тартары вообще. Жуткая такая, кошмарная карта. Шой – она означает контакт. Для того, чтобы немножко начать разбираться в этом деле, надо иметь в виду, что все вот эти вот похожие на человека аспекты, все эти элементы человеческого организма, они связаны, так сказать, с системой управления миром. И когда мы говорим слово «адам», как вы прекрасно знаете, мы неоднократно о том вспоминали, это может быть просто человек, адапт, да, но может быть адапт – это структура. Структура мироздания, у которой есть абсолютно все, да? То есть у этой структуры есть голова, руки, ноги, тело, в этой голове есть все вот эти вот вышеперечисленные элементы, глаза, нос, рот, язык, уши, все. В этой структуре есть полный набор элементов, какие есть в человеке. Почему именно так задумано? Зачем это так сделано? Очень просто. Потому что если мы понимаем более-менее человека, ну а мы с ним имеем постоянные контакты и общения, благодаря этому с определенной, так сказать, долей приближения, с определенными стараниями, конечно, специальными, мы можем понять и структуру. То есть всю систему, которая создана для, во-первых, того, как мир существует, какой он есть, и, во-вторых, для его управления, то есть для того, какой он, для того, что с ним делать, да, всю структуру эту мы можем понять, потому что она на нас похожа. Это во-первых. Во-вторых, то, что мы являемся снятыми, калька такой, да, с модели мироздания. Человек, как маленький мир, он называется, человек называется Улама Катан, малая вселенная. Это позволяет нам быть связанными с этим миром. То есть мы имеем не просто поверхностную связь, потому что мы в нем живем, дышим воздухом, едим и так далее, да, мы имеем некую особенную глубинную связь, созданную миром, потому что весь этот мир – это как бы и есть структура нашей личности, да, то есть мироздание и структура нашей личности – это одно и то же. Поэтому мы связаны с этим миром очень-очень тесно. И мы благодаря этому имеем возможность его очень хорошо чувствовать, понимать, разбираться в нем. То есть человек именно и есть центральный персонаж мироздания, потому что он сделан по его подобию. По подобию вот этой вот всей модели, структуры, созданной Творцом. Хотя человек создан в последнюю очередь. Конечно. Сначала был создан мир и все его населяющее, а потом человека. Но можно сказать, что человек создан в первую очередь. Почему? Потому что вот эта модель – это, собственно, и есть Адам. Модель была создана раньше всего. И эта модель называется Адам, только не Адам Ришон, не первый человек, а Адам Кадмон – предвечный человек. Она называется эта модель. И поскольку она создана раньше всего, значит, фактически получается, что, так сказать, как мы говорим в Бекуах, потенциально, а не кинетически, человек был создан изначально. Как структура. Задуман. Как модель. Потом было все сделано для того, чтобы реального человека было куда запустить. То есть был построен дворец, был наполнен всякими яствами. Налили воду. Да, налили, да. Совершенно верно. А потом запустили рыбки. Совершенно верно, да. То есть человек был создан тогда, когда все было готово, чтобы он мог этим всем пользоваться, чтобы он мог в этом мире, который создан, ну, конечно, не по его образу, он создан по образу мира, чтобы человек мог быть с ним вот так вот связан, чтобы он мог как-то руководить. То есть из-за этого, безусловно, тогда, когда человек действует правильно, тогда, когда он поднимается все выше, выше и выше, растет духовно, он тащит за собой весь мир, потому что он с ним абсолютно связан напрямую, да. Структура мира и структура человека это одно и то же. И наоборот, когда он роняет себя, он роняет вместе с собой мироздание, не дай бог, может его просто вот разрушать, всю мировую гармонию вокруг себя, да. Все зависит от того, насколько он... Что и происходит. Да, что и происходит, насколько он старается, да, зависит от того, кто куда тянет, то есть, вы понимаете, вся гармония мировая из этого, собственно, состоит, что часть товарищей тянет вверх, часть товарищей тянет вниз, ну, тех, которые тянут вниз, конечно, гораздо больше. Больше, но зато те, которые тянут вверх, гораздо сильнее. И вот из-за этого, вот оно, понимаете, небольшое количество героев, которые спасают и тянут вверх, но они очень мощные такие эти цадики, да, и дикая толпа, вообще несчастливая, которая все разрушает и тянет вниз, и вот они друг с другом постоянно меряются силами, это такой тенит толпай, да. В самом лучшем смысле этого слова, лебедь, рак и щука, а воз и ныне там, слава богу, во всяком случае, хотя бы не уточнили в какую-нибудь яму, да, и не разобрали по частям, уже спасены. Так вот, на эту тему, так, и ны шем ашем, понимаете, в данном случае очень точно, очень четко, то есть специально, чтобы мы поняли, это надо ловить момент. Пророк Ишаяга очень редко выражается так, чтобы мы поняли. Чаще всего он выражается просто, чтобы было очень точно, а сколько мы поймем? И будет, и не волнует. Ну, не то, чтобы не волнует, он, конечно, переживает за нас очень, но он считает важнее все-таки выразиться точно, чем приспособен. А вот здесь, понимаете, так вот сошлись звезды у нас, в самом лучшем смысле этого слова, что он с одной стороны и очень, конечно, глубоко высказывается, а с другой стороны приспосабливает, чтобы было понятно. Здесь не написано, что бог пришел, ашем бами раховку, что бог пришел издель, пришел, ушел. Здесь написано, шем ашем, имя бога пришло издель. И, в общем-то, в некотором смысле это выражение как раз и означает модель, да, то есть не сам творец, не его сущность божества, конечно, да, который никуда не ходит, и который ничего не нужно, и он абсолютно совершенен, и вечен, и бесконечен, и так далее. А вот имя, то есть то, что он создал для себя, то, чем он называется в наших устах, вот эта вот структура, модель мироздания, она ба-мемер-ха, приходит и издалека. Что значит она приходит издалека? Очень важно понимать, что сейчас речь идет про суд и наказание. Сейчас, как вы понимаете, речь идет про уничтожение огромного количества людей в одно мгновение. И это, в общем-то, сам факт, который может нас очень серьезно побеспокоить и заинтересовать, как это вообще организуется, как это вообще происходит в мире. А оно иногда происходит в мире, когда сразу, одновременно, должны пропасть, быть уничтоженными очень-очень много людей. Ну, сегодня, понятно, это происходит с помощью людей, других. То есть, какие-то люди берут, не дай бог, какую-нибудь железяку, бросают эту железяку на других людей, железяка взрывается, и одновременно уничтожается огромное количество людей. То есть, сегодня есть технология. А позавчера, когда технологии не было. И вот, понимаете, до сих пор ученые не знают, куда делся Санхиевс и Варум. Что случилось? Раз, коровый языком... А природные катаклизмы? О, природные катаклизмы, да. То есть, он это... Что же будет? Сюда развернут. Да, открывается и закрывается. Открывается. То есть, как это все с высшей точки зрения организуется? Какие энергетические сдвиги происходят в мире в момент, когда должны схлопнуться, понимаете, сотни тысяч человек? Это жуткий момент. И вот, как это организуется? Это еще шем баме мерхак, что это имя, которое приходит издалее. Что значит, что оно приходит издалее? Я сейчас буду рассказывать то, что сам абсолютно не понимаю, но я взял у людей, которые понимают. И мне они это объясняют. Значит, есть известное место в Талмуде, в тактате Браха, где говорится о том, как перемещаются ангелы до сих пор. Причем не просто, а саму главу. А главные силы этого мира. Михаэль, ангел милости. Гавриэль, ангел суда. Ильяву, пророк Ильяву, который тоже, так сказать, приходит на разные мероприятия. Вы знаете, там, на обрезании его. Все время приветствуют. Наливают ему во время пасхального седера, чтобы он без дела успел выпить со всеми. То есть, он тоже. И, наконец, Малаха Мамет. Ангел смерти. То есть, есть целый вот такой список длинный вот этих вот людей, значит, ангелов. Как они движутся и каким образом взаимодействуют с миром. Талмуд говорит просто вещь. Это просто Талмуд. Это не золото, это не каббала. Хотя это абсолютно каббалистическая вещь, но написано в Талмуде. Так получилось. Михаэль Беахат. Ангел Михаэль, ангел милости. Движется за раз. То есть, хэсэль, если вдруг с Божьей помощью его надо дать, если дается миру хэсэль, милость, она приходит сразу. И это нас учит. Понимаете, зачем это написано? Еще к тому же, что человек должен помнить обязательно о том, что это его касается. То есть, мы должны как бы лейдомод быть подобными, стараться быть подобными творцами. И когда мы стараемся быть подобными творцами, мы понимаем, что когда нужно кому-то что-то хорошее сделать, и ты решился, это не так просто, знаете, свои кровно заработанные, отдать кому-то, одарить кого-то, это очень тяжелое решение. Если ты его наконец принят, надо его сделать, как Михаэль Беахат, одним движением. Не надо вот это развозить, готовиться, надо быстро, раз, все. Хэсэль надо делать быстро. Теперь Гавриэль Бештарин. Ангел суда движется, написано в Талмуде, двумя приемами. То есть, ни в коем случае, когда речь идет про суд, про наказание, нельзя делать за раз. Потому что это же хочется, понимаете, оно напрашивается. В отличие от того, чтобы что-нибудь кому-нибудь дать, что-нибудь у кого-нибудь отобрать, или кому-нибудь зазвездить, это же, это же, это же, оно прям под рукой. Человек мгновенно готов это сделать. Поэтому Талмуд говорит, ни в коем случае. Здесь должен быть обязательно перерыв в движении. То есть, даже если ты уже вот пошел, уже занес, вот нужно остановиться. И сделать перерыв. Считать до 10. Да, сделать перерыв. Если ты сочтешь, даже после этого, что другого выхода просто нет, это другое разводство. Но, очень важно, перерыв очень часто дает возможность избегнуть этого безобразия. То есть, подумать надо. И пророк Ильяву приходит за 4 движения, что показывает нам, что спасение, вообще, пророк Ильяву, знаете, он приходит перед Маших, он связан со спасением, он помогает очень многим людям, очень праведным в нашем мире. Или, там, такие люди, как Рабеша Белле, один из величайших наших законодателей, представителей первого поколения Мараим, каждый день встречался с пророком Ильяву, да? И пророк Ильяву приходит за 4 раза. То есть, означает, что его так быстро и легко заполучить. В помощники не получится. Это тяжелый процесс. Ну, и ангел смерти приходит Бешмону за 8 движений. 8 движений. Ну, это мистический момент, разговор идет вообще про цифру 8, что это такая за цифра, почему именно цифра это собирается. Но он долго собирается. Он долго запрягает. Смерть обычно не прилетает мгновенно. Ну, Бешан Макехваб и Ахат, говорит Алмут, но когда идет мор, то есть, когда идет эпидемия и все умирают подряд, он движется, как ангел милости за один раз. Одним движением. Раз, два, раз, два. То есть, тогда, когда забирают сразу всех, вот это, к чему я это говорю, да? То есть, когда-то надо много сразу забрать, скосить одним движением дикую толпу людей, у ангела смерти появляется восьмерная сила. Что происходит? То есть, это война. Да, да, да. Что происходит? Эпидемия. Это издалека. То есть, суд, наказание, увы и ах, лезвием, острием которого является ангел смерти, приходит оно издалека. Потому что, казалось бы, восемь остановок, да, это далеко от нас, казалось бы, что смерть, она вообще находится далеко, ему надо проделать восемь остановок перед тем, как... Но, когда начинается вот это скашивание целой толпы, это огромное расстояние сокращается, как бы, одним прыжком. Поэтому здесь написано, что шем-а-шем, конечно, здесь речь идет не про ангела смерти, речь идет про, собственно, гнев Творца, завершающим этапом которого является, так сказать, чистильщик, ангел смерти, который приходит. Но все равно он издалека. То есть, он действительно находится в отдалении. И это необходимая вещь. Гнев, суд находится в отдалении от мира. Он не так близок, как милость. Но, к огромному сожалению, как мы видим, просто очень часто мир не заслуживает милости, поэтому не дают. Но, в принципе, он приходит издалека. Бо-эр-апо. Горит, пылает его гнев. И причем апо-э-ап это ноздри, да, вот эти вот ноздри. Веховет масса и тяжесть его ноши. То есть, это еще одно очень важное. Что значит тяжесть ноши? То, что тяжелое, символ того, что его очень тяжело нести. Когда кто-то идет с тяжелой ношей, он идет медленно. Тем не менее, при всем при этом, когда здесь вот речь идет об уничтожении целых огромных, так сказать, толп народов, все это, то, что это специально тяжелая ноша, которую тяжело нести. И есть, вот обратите внимание, Раша это пишет, в слое масса ноша есть просто лишние буквы Г. Буквы Г, означающие вот эту вот силу суда. Как это обычно определяет Рабейну Беха, один из наших великих каббалистов, Медат-адин Атахтон, нижний, Медат-адин, нижнее качество суда. Последняя буква Г связана с этим, четвертой буквой Г. Слово масса пишется без Г, ноша. Мэм санэ халя, достаточно. Это как бы добавочное утяжеление этого слова, что речь идет про качество суда и наказание, это все тяжелые вещи, они очень тяжело двигаются. Но как только уже, так сказать, пробка, пломба с этого снимается, вся эта колоссальная тяжесть, этот весь ужас обрушивается абсолютно без всякого ограничения. Сефата, его уста, мал-у, за, наполненный гневом, улешено, и его язык, кээш, охэлят. Как огонь, который пожирает. Ну, давайте разберемся с органами Всевышнего. Ну, конечно, это не прям органы Всевышнего, это элементы вот этой вот структуры мироздания, о которой мы говорим. Это немножко кабалы, в которой мы, конечно, глубоко не разбираемся, но чуть-чуть мы сегодня скажем. Есть такая вещь, которая называется Аг, а есть такая вещь, которая называется Ахаб. Это два кабалистических сокращения, которые касаются вот этих вот антропоморфистских, так сказать, подобных человеку элементов системы мироздания. Аг – это Эйнаем Гугольд. То есть это глаза и череп. То есть как бы есть один элемент, который называется глаза и череп. А Ахаб – это узнайм, фото, пэ – уши, нос, рот. То есть эти вещи разделяются в системе мироздания, но очевидно, и у человека тоже достаточно жестко. Оказывается, что в человеческом организме есть глаза, Айн, Гивы, Аг, да, Айн, Гивы, да? Есть глаза и череп, и это как бы высший элемент человеческого черепа, ну, человеческой головы. То есть в голове сам череп, структура, и глаза – это высокий элемент. Говорят наши мистики, что это дающая сила. Это то, что дает. Ну, во-первых, там, в черепе-то это самое. Мозг находится, да? В мозге. Да. И этот мозг, он связан с глазами еще там уже, да, напрямую. И вот эта вот система, череп, мозг, глаза – это высокая часть человеческой головы, которая оказывает влияние на мир с помощью этого. Ты не только и не столько берешь, оказывается, сколько отдаешь этим способом. Мы с вами говорили не о том, что человеческие глаза – это такой амбивалентный орган, который для простого человека – рецепт. Простой человек глазами берет. Берет картинки, информацию, читает, собирает, забирает. Простой человек пользуется глазами, как собирателем информации. А непростой человек, он своими глазами транслирует свое влияние на мир. Как зырк. Как посмотрит, смотрит, и зырк, оп, душа от пятки уходит. Есть такие люди. Мы их знаем, их видим, понимаете? Как посмотрят, прям страшно становится. Что страшно становится? Что страшно? Оказывается, у человека такое содержание в этом мозгу, которое связано с глазами, то есть такое духовное, душевное содержание у него внутри, что он как стрельнет этим душевным содержанием. Ты прямо уже думаешь, как вообще выжить в такой ситуации после такого выстрела. То есть стрельба глазами в самом духовном смысле этого выражения, понимаете, это дающее начало, дающее силу. То есть теоретически каждый человек должен пользоваться глазами не только как рецепторами, собирателями информации, и, может быть, даже не столько, как собирателями информации, сколько пользоваться как трансляторами. То есть вот, например, вы знаете, во время изучения определенных мистических материй, когда раввины со своими учителями изучали мистику, кабалу, они не могли говорить напрямую очень многие вещи. Например, масса Меркова, деяние колесницы, то есть система управления миром, она не передается напрямую в слова. Нельзя. Учитель ученику не может рассказывать подробно, как Бог управляет миром. Что он может делать? Он ему дает, ваше и прокип, так сказать, некие намеки, некие начала предложений, начала абзацев, так сказать. И разбросав перед учеником эти намеки, он как бы невербально взглядом, глазами, просто тем, что он сидит рядом, как бы дополняет эту информацию, ученик, видя своего учителя, понимает, или не понимает, ну не понимает, значит не понимает, слава Богу, барокошек, значит, это не надо. Но если он, да, понимает, это означает, что таким образом к нему перешла вот эта каббалистическая традиция. То есть вот это, милый мой хороший, догадайся сам, оно делается с помощью присутствия учителя. Вае и нахарова тетмараха мы видели с вами, недавно совсем читали, у пророка Ишиева, то есть, что твои глаза видели твоего учителя. То есть, глаза в глаза, из глаз в глаза идет вот этот вот поток информации. И это, между прочим, как вы понимаете, касается, далеко не только учителей и учеников, это касается очень много их близких людей. Тридцать лет люди, сорок лет друг с другом живут. Им достаточно переглянуться на секунду, на две секунды, и они таким образом передают друг другу какую-то информацию. Например, кто-то что-то при них сказал, дал какую-то информацию. Они эту информацию оба где-то слышали, они уже когда-то обсуждали, это же очень близкие люди, они все уже, все, что такое возможно, уже обсуждены. И они переглядываются, и этим взглядом они напоминают друг другу. Это мы с тобой уже знаем, это мы с тобой уже обсуждали когда-то, мы уже в курсе, чего вообще это служить и зачем этим... Например, или, о, ты видишь, я тебе говорил. Да ладно. Да, то есть, и это все без слов, естественно, делается, потому что зачем говорить, когда лишний сотрясать воздух, когда люди сорок лет вместе, вот это вот все уже абсолютно на автомате делаются. То есть, эти все выстрелы глазами, это, собственно, и есть выдача информационных потоков. Поэтому у человека, объясняет нам каббалистическая традиция, и в структуре мироздания, череп и глаза, это то, что дает, излучает. Теперь, напротив этого, против этого, другая структура, ахаб, уши, нос и рот. Это то, что ничего, во всяком случае, хорошего, никому не дает. То есть, то, что извлекается из ушей и из носа, очень большую пользу для мироздания не несет. Это, извините, мусор. Да? Но зато, какие-то рецепты. Зато человек входит в комнату, втягивает носом воздух и понимает, что вот еще 10 минут, и уха будет готова. Это же какие ощущения, это же какая красота. Или, например, он входит и слышит издали прекрасную музыку. Это да. Вот этот оркестр правильно играет вот эту третью часть Пятой Симфонии Петра Лича-Чайковского. Правильно. Там вот правильно флейты играют. А вот тот оркестр неправильно. И это все делается через уши. Понимаете? Все? Взять. Взять. А про рот я, извините, вообще и не говорю. Понимаете? Зачем тебе голова? Я в нее ем. Известный правильный ответ. Да? Самый главный правильный ответ я в нее ем. Да? И, 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 как его, точнее, это главный орган, который потребляет. А, как же слово. Человеческое слово, которое прям меняет мир. Оказывается, понимаете, у большинства людей, мы можем даже сказать, у очевидного большинства людей, лучше бы это слово ничего не меняло. То есть, лучше бы это слово оставалось на своем месте и никуда не выходило. То есть, праведный человек, который следит за, хотел сказать, помилок, языком, контролирует свои высказывания, бережет слово, понятно, он накапливает энергию слова, и тогда он там дает кому-нибудь браху, и это браходейство, это слово имеет громадную силу, это все правильно, да? Но, сколько их этих людей, которые занимаются таким внимательным отслеживанием слов, сколько из нас всего выскакивает, вы понимаете, без всякого контроля. Из всех нормальных, даже у очень хороших людей периодически выскакивает изо рта, выпрыгивает. То есть, это не называется влияние на мир, это называется то же самое, что из ушей и из носа практически, да? То есть, это вот серо, и вот отделяемое, и слова туда же, да? в большинстве случаев. У некоторых людей, да, то есть, есть люди, которые действительно пользуются устами, даже не хочется называть это ртом, язык не хочется называть пабином, они пользуются устами в самых высших, самых высших соображениях. Но в любом случае, эти три органа считаются приемниками. Уши, нос, рот, они приемниками, забирают. А все, что забирает, это все связано с качеством суда. Дающее связано с милостью, с добро, с распространением, да? А когда ты забираешь, это естественно качество суда. То есть, мы потребляем мир, да? Мы его слушаем, мы его нюхаем, мы его пожираем, да? И перерабатываем. И это в прямом смысле этого слова связывается с качеством суда, потому что мы его таким образом ухудшаем. Да? Мы с вами неоднократно говорили, что человек даже дыханием своим, как известно, просто загрязняет мир. То есть, сам факт того, что человек дышит, это уже загрязнение мира. Потому что вдыхает то, что ему надо, что-то хорошее и полезное. Потому что полезное для мироздания, а выдыхает то, что никому не нужно. Только вредные вещи надо дыхать в себе. То есть, даже процесс дыхания, сам факт жизни человека, вы знаете, что дыхание, это знак жизни по закону и грязному. Пока человек дышит самостоятельно, он живой. Так вот, это знак того, что он живой, то есть, сам факт того, что человек живой, это уже вред окружающему. В принципе, радоваться особо нечему, когда ты свежим взглядом на все это поглядишь. Не надо раздаться. Но это известный факт. Это от нас не зависит. Царь Соломон. И не только. Это Коэля, да. Но я, кстати, вчера буквально на одной из лекций задался этим вопросом. Почему царь Шломон с его прекрасной цитатой не попадает в Талмуд трактат Ирубин, где дом Шамая и дом Елеля сидят два с половиной года, изучая все аспекты человеческой жизни задаются вопросом, приятнее лучше человеку быть рожденным или не быть рожденным. И в итоге единогласно, что лучше не быть рожденным. Что ты два с половиной года ты сидишь, когда царь Соломон это сказал уже давно и, так сказать, то, что лучше всех тот, который вообще не был рожденным. Он же это сказал. Это я там в качестве рекламы лекции по Коэля там некий ответ на этот вопрос дается. Так или иначе это очень интересная ситуация. Что основные наши любимые в особенности роды. Это же любимый орган просто, да? Учитывая питание, учитывая там иногда, понимаете, если человек не вырвается, он просто инфаркт или, да? То есть если он сейчас вот сдержится и не скажет все, что он думает о ситуации и о людях, которые он же просто его же сильно могут увезти в больницу. Потому что только вот этот поток отвратительных ругательств, он каким-то образом так очень многие люди так функционируют, он спасает его от страшного стресса. Является разрядкой в самый тяжелый момент. Вот не скажешь это слово как мы жить, как это все как переносить. То есть этот наш орган и все вот эти вот остальные уши, ноздри, все эти, это все связано с качеством суда. Так вот здесь и написано, что пылает ас, ноздри пылают. То есть вот эти ноздри, гнев, символ гнева, в структуре мироздания, так же как в человеческом это то, что забирает. Человек вдыхает, да, это один из элементов дыхания, в том числе дышит. И прежде всего, да, то есть мы подставляем в зеркало очень часто, не к рту, а к носу, чтобы проверить есть дыхание или нет. Дыхание человек может иметь просто закрыть рот и все, и он продолжает жить. То есть этот процесс обмена происходит через нос. И вот этот процесс он касается тоже безусловно высшей структуры. Высшая структура так же, как и человек. Она негативно влияет на мир вот этим вот дыханием через нос. Она позитивна, эта высшая структура влияет на мир, когда она смотрит на мир глазами. Ну, бывают случаи, когда страшно негативно тоже, но обычно это позитивно. Когда она думает, то есть мозг очень позитивный орган, но это дыхание, оно так же, как человек загрязняет своим дыханием, так, и эта структура, она в общем негативно влияет. Это тим, это суд. Она как бы высасывает соки из этого мира, наказывает его таким образом. А когда гнев, что происходит? она начинает дышать гораздо более активно, эта часть. Этот нос начинает всасывать энергию, начинает забирать из этого мира позитив гораздо сильнее. То есть, гнев, это значит, что структура, высшая структура собирает из этого мира гораздо сильнее. Это называется пылает гнев, пылают ноздри. Вот это обозначение деятельности этой высшей структуры. И это тяжелые ножи, а уста наполнены гневом тоже. Уста наполнены гневом. Опять-таки, надо по человеку судить. Это же все касается когда у человека уста наполнены. Тогда, когда он изрыгает всякие ужасные проклятия. Что значит уста наполнены гневом? Это означает, что человек именно ром. Значит, он что-то говорит. И он говорит какие-то страшные вещи. Что происходит? Он направленный разрушает мир. Проклятие. Какие гадости, которые мы кричим. Мы направлено разрушаем то, к чему мы это кричим. Известная вещь. Вы знаете, что, например, оружие, проклят, не дай бог, ариран. Что это такое? Это слово, которое связано со словом орк, свет. Почему слово свет и слово проклятие однокоренные? Как мы с вами неоднократно спрашиваем. Потому что, как вот этот свет, это такой направленный поток, лазерный такой луч, так и проклятие. выстрел, прицельный удар света, энергии, разрушительной энергии, выстрел лазерной пушки. В то, куда она направлена. Поэтому, когда рот наполнен гадостью, наполнен проклятием, наполнен злостью, гневом, это уже выстрел по миру страшный. То есть, что? Нос в этой структуре это то, что просто забирает из мира позитив, лишает мир позитивного содержания. Когда у человека насморк? У человека может быть нет. Мы говорим про эту структуру. Если у нее насморк, это как раз неплохо, гнев не работает. Но у нее обычно, я так понимаю, насморка не может быть, там эта структура вполне хорошо себя чувствует, структура работает нормально, все бортовые компьютеры работают на высшем уровне, так вот, это отбор хорошего, а рот это удар плохого. Это гораздо более страшная вещь. Но сам человек забирает, это еще, еще не так все страшно, не так все ужасно. А вот ротом он испепеляет носу, прям вот намеренно стреляет. «Да чтоб ты!» говорит он определенному объекту мира и направляет ему вот эту вот страшную энергию проклятия. Поэтому написано, что здесь уста его, как бы уста имени Бога, уста структуры этой, они полны гнева. Это означает, что вот так, как человек, как и человек орет на кого-то, там возрыгает проклятие, так и здесь, не дай Бог, поток прямой уничтожающей энергии. Но самое интересное здесь, конечно, «Лошенок ешо хелет» – его язык, язык, как огонь пожирающий. Именно язык. Это очень странная вещь. Как человеческий язык вообще работает? Во-первых, его не видно в большинстве случаев. То есть мы этим языком пользуемся, во-первых, для того, чтобы говорить. «Человек без языка говорить не может вообще». Это понятно. Это анатомический факт. Очень важно. Что человек обязательно должен иметь язык, но его вообще не видно. То есть для того, чтобы изрыгнуть проклятие, род, ну, он, конечно, нужен, потому что это место, где рождается проклятие. Это место, где проклятие наполняет проклятие весь род, как здесь сказано, да, что гнев наполняет уста. Но основной это генератор проклятия, не род. Род ничего не генерирует. Основной генератор – это язык, центральный элемент, благодаря которому произносятся эти слова, страшно, да? Так язык только исполнительный. О, ведь центральный элемент. Да, 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 это все правильно, конечно, есть интеллектуальные всякие уровни, но мы говорим о том, как работает эта структура, да? Она работает таким образом, что вот так же, как есть некий язык у человека, который фактически является исполнителем всех этих страшных проклятий, ругательств, которые, так сказать, отправляются по нужному адресу, так же в этой структуре мироздания есть такой язык, нечто, что скрыто, нечто, что практически невозможно увидеть, но это самый главный элемент, и он называется эш-охелед, огонь пожирающий. То есть, обратите внимание, что вот этот, да, этот элемент, огонь пожирающий, он самый страшный, потому что про гнев сказано, что он просто пылает, сам по себе гнев. Он сам по себе пылает, он никого не, вроде не написано, что он кого-то сжигает, кого-то ест. Про то, что рот наполнен гневом, ну и наполнен, и что мне от этого? Если он наполнен, и ничего не выходит наружу, что мне, не страшно? А вот именно язык, это самое центральное, внутреннее такое звено, элемент мироздания, который стреляет этим огнем, который пожирает этим огнем. То есть, что мы с вами видим? Как человек должен заботиться о своем языке, как мы говорим, это очень правильное выражение. Следить за языком. Мы не говорим, следи за ртом. Никто так не говорит. Это правильно, что так никто не говорит? Что рот сам по себе в чем? Если там бы не было языка, была бы полная тишина, покой и порядок. Сразу человек превращается в царик, если языка нет. Но язык не позволяет ему это. И написано в Талмуде, что вот, говорит Всевышний, я поставил ему две стены и костяных, две стены из кожи, мясистых. И он все равно, то есть, зубы, стена, и губы, стена, и ничего не спасает, ничего не помогает и сквозь все эти стены пробивает. Что это нам дает? Нам показывает, что на самом деле есть ограничители, да? То есть, так же, как у человека, есть ограничители этого страшного языка, который проклинает всех вокруг. Сеет смерть вокруг человека, да? Эти же, человек, да? Смерть и жизнь в руках языка. Такое выражение, понимаете? В руках. Что есть руки у языка. Понимаете? У него еще и руки есть. Мало того, что он, понимаете, огонь пожирающий, у него еще и руки. Да? Причем не написано жизнь и смерть. Смерть сначала, а потом. Мавит и хай. То есть, сначала смерть у него в руках, а потом только жизнь. То есть, он сеет смерть с гораздо большей степенью вероятности, чем ее противоположность. это страшно совершенно. Но он делает себе ведь плохо? Это само собой. Но то, что он делает себе плохо, к сожалению, это не радует тех окружающих, на которых он изливает эти самые страшные проклятия и сеет вокруг себя Бог знает, какие ужасные вещи. То есть, то, что он занимается саморазрушением, разумеется, тоже, кроме всего прочего. Но эта структура, о которой мы говорим, она совершенно не занимается саморазрушением. Это структура гнева, не дай Бог, которая выходит и у нее есть ограничители, как у человеческого языка. То есть, у человека есть зубы и губы, у этой структуры тоже есть зубы. То есть, исполнитель приговора, он находится, ну, не за семью печателя, конечно, но хотя бы за двумя. Закрытые губы, закрытые зубы, да, исполнитель приговора, он контролируется, так сказать, двумя заслонами целыми в этой структуре. Но, видите, тогда, когда начинается сеяться смерть, ничего не помогает. Вот, давайте мы быстренько разъясним этот второй пасок, что его дух, как поток запруживающий, то есть, ну, дух этого, понимаете, это уже дыхание, мы это прочли, да? без этого тоже ничего не будет. Вы понимаете, что если человек не дышит, тоже не может ничего сказать, просто невозможно. Дыхание обязательный элемент произведения вот этого вот выстрела, этого гнева, выстрела гнева человеческим языком. Поэтому дух в этой структуре, духание в этой структуре, это как раз есть тот поток, который запруживает. То есть, запускается это дыхание в структуре, и вот оно вылетает через язык, через все заслоны и уничтожает. То есть, фактически, эта вся структура, она действительно похожа на человека, но это, конечно, не сам творец мира, да? Это та структура, духовная, энергетическая структура, которую он создал, и она действует по принципу функционирования человеческого организма. И что? Это все равно, что вот человек стоит, как здесь написано, по шею в воде, и его будет уносить потом. ничего не возможно сделать. То есть, тогда, когда открывается эта пломба, когда снимается этот замок, этот поток духа, посток дыхания, огненного дыхания, абсолютно все сметается на своем пути. То есть, здесь никакой нет абсолютно, никакого варианта, никакой, даже ничтожной возможности спастись в этой ситуации. И это то, что нам рассказывает про Армию Санхиева. То есть, эти люди, на них просто был выпущен, так сказать, поток огня, поток смерти. И просто за одну секунду ничего не было. И это ни в коем случае, конечно, нельзя допускать, и нужно все время просить Бога, чтобы такие вещи ни в коем случае не происходили в мире. И это совершенно ужасно. Другое дело, что, конечно, когда наши враги нас окружили, так мы можем, наоборот, попросить, чтобы это было. Но, и что сделать, царь Хиския, вы помните, собственно, что он попросил перед самым, так сказать, моментом этим уничтожения армии Санхиева, когда он пошел спать. Он сказал, что я не буду воевать, я ничего не умею, помните, бедраж мне неоднократно с вами. Ай, ты сам, он сказал, все вышли, что это ты сам. Это вот это вот. Ты, говорит, сними пломбочку, дыхни на них, никого. Все, любое, поэтому как нажать delete просто на компьютере. Кнопочку стирать, то есть вообще ничего не появилось. Страшный совершенно энергетический удар наносится, да? И удивительная вещь здесь называется просеивание народов пустым ситом. Раши здесь объясняет, что это, знаете, такое плохое сито, с большими дырками. То есть хорошее сито с маленькими дырочками, оно просеивает, так сказать, муку, а шелуху оставляет, да? А плохое сито, рваное, с большими дырками, оно пропускает все. Пустое сито, имеется в виду, сито, в котором нет, так сказать, содержания, оно ничего не держит. Зачем тогда это называется сито? Вообще, почему это процесс просеивания? Оказывается, это нам показывают опять еще один элемент, как это работает. В принципе, по-хорошему, качество суда, оно приходит в мир, и оно просеивает. Правильных людей отсеивают, их оставляют, на них суд и наказание не распространяются, а неправильных людей забирают. Даже тогда, когда качество суда, так и да, приходит в мир, значит, действительно начинают наказать, но все равно далеко не всегда бывает так, что уничтожать всех подряд, кто бы не попался по-другому, конечно, это неправильно. Правильно это начинаются наказания для людей, которые действительно или находятся в неправильном обществе, или неправильно себя ведут, да, вот это вот, вот это и есть. Но здесь говорится, нет, это сито, которое всегда стоит, это отсеиватель праведных людей, которые всегда находятся на месте, во всяком случае, никто не отменял относительность злодейства. Вы же знаете, что на фоне праведных людей даже не очень большой злодей, даже очень маленький, незначительный злодей будет выглядеть ужасно. Но если, допустим, в этой же армии Санхирива там были разные люди, разного уровня злодейства, на фоне того же самого Санхирива, например, или каких-то отличившихся в боях зверей, которых, солдат, уродов, которых он с собой таскал, какой-нибудь человек, который просто с ним ехал, то есть там была куча людей, огромный был босс, куча людей, которые просто ехали развлекать его, что они не знают, что делать. То есть люди, которые не участвовали в отрезании голов своим ближним, не ходили с пиками, не тыкали острыми предметами в людей, обслуживающий персонал, они вполне могли выжить, потому что они никому не угрожали, они никому не были нужны, они просто были, так сказать, вот обслугой в этой армии. И вот здесь, говорит, творец, через права Куишая, это сито, замечательно, было разорвано, потому что в клочья, то есть этот поток, поток огня, который идет через дыхание, через язык и вырывается из этой структуры и уничтожает все, он должен был пройти через сито, он должен был, ну, быть отсеян, чтобы правильных людей, более правильных, которые, в общем-то, не очень виноваты, чтобы как раз оставить в покое. Но поскольку вот так вот все это произошло и нужно было уничтожать всю эту страшную армию, это было великое чудо, которое сделалось ради праведника великого царя Хискиягу и прочих праведных людей, которые сохранялись тогда на территории Святой Земли в Ярушелаеме и все это. И сито было сломано. И огонь прошел абсолютно беспрепятственно, все уничтожило. Это есть пустое сито? Пустое сито. Это сломанное сито? Из которого все вырвали. Да? Оно осталось пустое. Он там ничего не... То есть вроде сито есть, а оно абсолютно пустое. И огонь через него проходит, ничего не задерживалось. Ну и это вот, видите, называется вот это узда, которая надета на народы, и Бог берет прям целые народы этой уздой и тащит их вообще. Во тьму в тартары, вы понимаете, что падение Сахирива было фактически началом конца всей Ассирийской империи. То есть чуть-чуть прошло времени совсем, и Вавилон просто стер с лица земли Ассирийскую империю. Аглона. Там в итоге какие-то другие люди пришли, они опять стали называться Ассирийцами, но в момент этих войн на выходнице на Кудоносово он просто как асфальтовый коток проехался по всему региону. То есть эти Ассирийцы, вот это вот, вот их взял, творец, надел на них в пропасть. Весь народ, всю, вообще, всю нацию. Это называется лестница Якова. Да, Яков. Видел на этой лестнице, как написано в Медраше, как поднимаются целые народы и спускаются. То есть у любой нации, у любой империи есть период, когда она поднимается по лестнице, то есть на ярмарку едет. Да, есть период, когда эта нация, этот народ уже едет с ярмарки. Главное, вот евреи, которые никогда никуда не едут, евреи все время на одно, они все время стоят, да, торчат, как шпака вот этого, да, то есть евреи. Как не едут? Они все время в движении. Да, 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 и они в том смысле, в том смысле, что они не поднимаются небо, мы как бы константы, да, мы все время присутствуем, мы, так сказать, свидетели всей истории человечества. Так они все время, мы все время должны чуять, вот та страна, где мы находимся, она сейчас в каком положении. Но вы нам скажете. А я скажу. Спасибо большое за доверие. Кому нам ведет? А кому же с ярмарку едем? Бакс, не усердно. Мы на ярмарку едем, или мы уже с ярмарки, мы едем, это вот, это вот, надо все время отслеживать. Раф, ну а если всерьез, вот во время Холокоста, не было это сито тоже прорвано, а? Скорее всего. Которое свалились все уже, шло это зло, которое сметало все. Скорее всего, вот эта вот картина страшная, которая нарисовала здесь право кишей, она абсолютно применена. То есть, уровень греха, уровень отхода от Бога, от его ценностей, перехода в другие системы ценностей, он был такой, что этот уровень отхода, он снес плом. И вот то, что здесь описано, пророк Кишаева, скорее всего, оно так и было. То есть, вот этот поток, он абсолютно вырвался и был совершенно... И тут уже не до праведников, не до праведников. Вы знаете, это Раша называет прекрасным арамейским словом андроламусия. Есть такое чудесное андроламусия, такое арамейское слово в Раше есть, но про поток всемирный, она употребляет это слово, что она убивает и хороших, и плохих. То есть, то есть, это вот прорыв огня, два слова вам быстренько скажу про Кумаш, алькен, язвав, и поэтому оставит человек этави, бепимо, своего папу и свою маму, бедава, и что он прилепится к своей жене, да, к своей жене баю, лепасар, и они будут плотью едины. Это вообще что? Мы привыкли к этому выражению, ну абсолютно, мы его же все знаем наизусть, и все комментарии прочитали. Тем не менее, я хочу задать идиотский вопрос. Извините, это про какую жену идет? Третью. Ну а как же? Какая выжила? Главное, что у вас ревнует очень быстрое чувство его. Оно быстрое. То есть, он даже не успеет, то есть, он пропустил вторую, не доехал до четвертой и сказал третью. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Значит, вопрос такой, речь шла, наверное, про Хаву, А что Хава? Хава, она взята из Адама. Она реально является элементом мужа. То есть, был Адам, целостная личность из двух элементов мужского и женского. Его разделили на две части. И в результате, конечно, в таком случае это понятно, что человек должен прилепиться к своей жене. Потому что на это есть он. То есть, его единство с его женой, оно абсолютно, она реально сделана из него. Что это? Понятно, что надо отрепляться от родителей и прилепляться к жене. Потому что, ты, конечно, получился из родителей, у тебя родители создали, сделали, да? Но, но ты еще ближе к жене. Потому что она, это прям вообще ты. Но в наши те времена, извините, ситуация совсем не такая, люди совершенно чужие. У него вот и ребра и прочие элементы тела. Болят, но нет этого. Да. Понимаете? Они у них как были, так и остались. Никто из его ребер никого не создавал, никто его по ребрам не бил, так больно, как Всевышний Адам. Понимаете? И что теперь? Руаха кодыша меретах, раши приводит, дух святости провозглашает. Поэтому любой человек должен оставить родителей и прилепиться к жене. С какой радостью? Сделайте мне так, что моя жена является моим элементом, что она действительно часть меня. физически как у Адама. Без обмана. Сделайте так. Только когда живот узнает. Да. А так вот 40 лет человек живет, не знаете, с кем он будет. Понимаете? И что теперь? Да. Понимаешь? Женщина же вообще непостижима для нашего вот этого сиди, я сам открою, мужского восприятия. мы не поможем понять, что это такое за удивительный объект мироздания, так сказать, инопланетян. А нас требует, ты должен отлепиться папой и мамой. Ну ладно, папа, но мама. А человек оставит маму. Сам ты оставил. Что это такое? Вообще, как это понимать с нашей сегодняшней точки зрения? Оказывается, что отняв у нас эту замечательную возможность создать женщину из тебя физически, нам, во всяком случае, еврейская традиция, и на самом деле это не только в еврейской традиции, так, вообще в мире, так, она дала механизм, с помощью которого производится имитация имитация того, что было с Адамом и Хавлом. Момент заключения брака, когда этот брак заключается правильно, по всем законам, со всеми его необходимыми, так сказать, примочками и элементами, он имитил, создает структуру, как будто вы это женщина и есть часть этого мужчины. На это работает вся процедура. Очень интересно, конечно, учиться с этой точки зрения первую главу трактата «Кто-бот» в Талмуде, где это все описано, вся структура, так сказать, еврейского брака, как это делается, все благословения. То есть, если, например, изучать текст семи благословений, который произносится под купон, весь этот текст об этом, о том, что создается Адам, создается единый человек сейчас, что муж и жена эти люди, которые абсолютно чужие люди, абсолютно, да, абсолютно чужие люди становятся единым целым благодаря всей витрейшей структуре, всем этим удивительным словам, которые произносятся, всем этим манипуляциям, хупа, все вот это, одевание кольца, все эти моменты, они работают на слияние, на соединение, то есть, как будто так и было, то есть, как будто, действительно, эта женщина, этот мужчина, они сделаны из одного материала, то есть, их, конечно, не родили из одного и того же куска, не сделали из одного и того же куска, но благодаря правильному проведению процедуры делается так, как будто так и было, то есть, я, говорит, с тобой вот такое сделаю, скажу, что так и было, вот это, это точно вот про этот слушаю. Я теперь понимаю, почему мужчин печень были все справа именно туда особенно уже на то есть у взрослых серьезно и долго не женатых болит по другой причине и другой вес но это мы это мы полностью доверяем нашему доктору полностью абсолютно нашему доктору в этом отношении да вот это вот момент очень важно что это надо понимать и с этим надо смиряться конечно хорошо с этим смиряться тогда когда ты в роли жениха и невесты но когда ты в роли родителя с этим смиряться безумно тяжело что ты который ты реально его создал этого ребенка тебе не нужно никаких специальных процедур делать с этим ребенком хупу читать над ним семь благословений со стаканом вина для того чтобы он стал частью тебя не нужно никакой поймете чуть не сказал хиромантии не дай бог не нужно никаких манипуляций даже замечательно для того чтобы этот ребенок был частью тебя он есть часть тебя в особенности когда речь идет про маму потому что она его в муках родила и выносила и в муках родила это мама и он действительно физически без всяких вот этих является куском ее сейчас этот кусок надо отдать как обычно таких случаях формулируется в другой женщине и что она будет делать это кусок это ее вы понимаете я мужчинам это пытаюсь объяснить это трудно понять это постичь тяжело у нас такого не бывает мы так мы так это не видим и не понимаем даже с нашими детьми мы так но это просто вот оторвать кусок от тела да и передать кому-то неизвестно кому чтобы он там что хочет с этим делом минуточек это кусок меня так это же то будет опять тем же вознаграждена что проделала мама это все а ей же так создать воздаст это все восстанавливается вот это какой-то степени это это или его до какой степени это утешает но очень часто помешки не удается дожить до этого момента очень долго терпеть когда ей наконец отомстят мои внуки да то есть это это же 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 очень тяжело и момент этот ужас это тяжелейшая психологическая проблема что женщина часть себя дает другому мужчине и видите ли ей говорят руки бери спокойно сейчас будет производиться хупа после хупы ну ты конечно остаешься мамой тебя будут так называть всевышний сказал что он оставляет папу и маму и прилепляется к жене к кому он прилепляется к и до свидания это это чудовищный разрыв чудовищный поэтому конечно надо очень хорошо понимать что пшат простой смысл в торе я сейчас должен это сказать несмотря на то что может быть для некоторых скажем молодоженов или молодых вообще мужей жен первые годы то что я скажу если они это увидят по интернету будет очень тяжело звучать пшат простой смысл в этом месте не такой не написано здесь что мальчик должен бросить свою маму и уйти от мамы к жене к прямой текст значит прямой смысл этого места не такой почему потому что например еврейский мальчик который женится внимание не освобождается никоим образом ни до какой степени от заповеди уважения к родителям потому что если бы уходя к этой самой своей замечательной жене он бы действительно оставлял отца и мать прямом смысле как это написано еще оставлял все начал ничего не обязанным делать что это значит оставь отца и мать и при этом будь обязанным во всем исполнять заповеди уважения к родителям бесполезный разговор невозможно так или ты уже исполняешь заповедь уважения к родителями остаешься с ними или ты их оставляешь уже с ними с него все обязанности женщина другое дело женщина как вы знаете освобождается от уважения к родителям когда он уходит в дом к мужу потому что она просто не может она не может у нее дети на голове вот это вот все семья она не может бегать постоянно вот это вот она идет в конце концов всегда так было что она приходит в дом к мужу и у мужа тут рядом тоже родители где-то есть вот как она входит в семью мужчин сегодня хотя в жизни женщины значительно больше проявляет внимание своим родителям очень часто такое совершенно и это кстати говоря очень симптоматично потому что тогда когда ты не обязан тебе гораздо легче когда ты не обязан как известный стал но тебе дается это все очень это несмотря на то что очень любишь своих родителей поскольку заставляют это тяжело делать ну не важно короче говоря что же здесь написано если не написано что мальчик должен бросить свою еврейскую маму а что же написано написано совершенно удивительный простая элементарная вещь оставить отца и мать это означает извините в сексуальном плане старый добрый время интимные отношения инцест внутри семей были совершенно нормальным делом особенности в тех культура среди которых например евреи пришлось ох как пожить и покрутиться какие-нибудь египтяне абсолютно нормальные у римлян братья и сестры матери сыновья что ты хочешь да без проблем у них не было этих ограничений у них этой этики не было инцест практически никогда не порицался в этих культур и мы жили рядом с этим и мы на все это любовали поэтому тора говорит человек оставит отца и мать именно в этом случае прилепиться к жене то есть у него есть жена в смысле его интимных отношений и никаких инцестов после этого не может быть все это сказано что именно в конце это раз это этот ровно это понимаете раши это человек который знал что написано и он же пишет просто потому что иначе не получается никак иначе не получится что должен бросить папу маму вообще сказать до свидания как рассказать до свидания на все обязан он должен все делать это митсвана его за 10 запады но во времена раши уже не было инцеста во всяком случае в в наше решение вы понимаете тут абсолютно ни причем он пишет что написано в той вот что здесь здесь там запрет даже для неевреев вы понимаете что речь идет про дома запрет даже для неевреев на инцест очень важно запрет одна из семи заповедей ноаха конечно как вы понимаете категорически запрещены талмуд тракт и санедрин тоже написано прямым текстом что здесь написано в талмуде сказано да и рашид приводит в талмуде сказано что здесь написано об этом а не то что надо убегать от родителей до раввины очень часто используют этот посуд чтобы сказать что надо убегать от родители просто используют говорят что вот родители разрушают браки родители там во все лезут поэтому отделяется от родителей тогда это да то есть самостоятельно родители так раввины это используют но это не потому что конкретно это здесь написано а что в принципе общий смысл то такая вот идея я даже не могу отвечать на ваш вопрос что настолько я сочувствую вашему вопросу самому вопросу я настолько я настолько вот близко принимать не объяснение довольно я бы сказал даже страшное не делая инцеста своими родителями да не ах то это дело по а как а что почему потом оказывается значит это имело значение есть все выставок что всю историю это именно за как это можно вообще объяснять евреем сегодня что чтобы что не а отойди от своих родителей а имея ввиду что-то с одни спи своей матери в том-то все и дело что это заповедь не дана евреи это не заповедь это написано правильно да конечно прям текстом вторе и это для неевреев тоже очень хорошо да это одна на 7 заповеди но у неевреев это цвело и пахло пышным цветом бог знает сколько лет да и только не в определенный момент человеческой истории когда христианство начало так сказать развиваться начали постепенно от этого безобразия отказываться это для нас не митцва нет такой митцвы оставить родителей если кто-то думает что это даже 13 заповедей ставить родителей то он глубоко ошибается таких заповедей у нас плохих не хороших ужасных нет а с родителями оставаться рядом вместе с ним равно одно не противоречит другому оставь родителей на уважай родителей почему это противоречит полу кипячей уважать родителей я оставил родителей уехал почему уехал переехать в одном городе да в одном селе но что такое оставить оставить это до отделиться отделиться на москву уважение к родителям это абсолютно конкретные вещи это заповедь действий ты делаешь ты должен их заводить и должен выводить и должен кормить и должен помогать и должны с ними возиться так это называется оставить родители смешно это никто не расставляет мама звонит ему и говорит ты ты мне нужен приезжай у меня оторвалась полочка что теперь делать приезжаешь и прибиваешь ну так что называется оставить родители жена ему звонит три часа подряд он стоит в пробке в эту сторону стоит пробки в ту сторону в нью-йорк это же все будни нашей еврейской жизни сегодня да жена устраивает дикий скандал по телефону что стоит в этой самой пробке он он никуда не может оттуда деться и поэтому и жена только она вот можешь только и море что по телефону ему рассказывать кто он такой а он в этот момент едет к маме прибивать полочку это у меня только вот несколько дней назад вот я спасал людей от этой полочки понимаете который прибивал сын у мамы то есть ну этот будни прибивал в трафике а страшные будни еврейский называется прибивать у мамы полочка точно как вы сказали теперь это называется именно ну баруха шеф будем продолжать на этот день